День добрый, друзья мои! Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2 версии 1.49. С вами Элик Драйвер. Давай к дороге! Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в Тихорецке. Из Павловской станицы немножко метнулся назад. Здесь уже меня ждала сцепка. Время уже за обед. Далеко уже за обед. Возможно, сегодня я уже ничего брать не буду. Здесь и в Тихорецке на сервисе переночую. Значит, что тут такое происходит-то? Вот взял такую сцепку. Здесь меня уже ждала. От предыдущей сцепки уже избавился. Прицеп ушел ко мне в Обсков. Так. У этой Scania Model T 500 лошадиных сил. Коробка 12. Средняя кабина. Одно спальное место. Специально взял вот такую машину. Это модовый трак. Ссылка на него в описании. Прицеп тоже модовый. Мазовский. Ну, найти его не составит труда, ребятушки. Там дохрена на каких сайтах этот прицеп есть. Он уже деланный, переделанный, адаптированный, переадаптированный. Так, ну что давай. Ключ на старт. Мне вот нравится такая максимально простая рабочая комплектация. Нет. Свой, конечно, прикол у всех фишечек, плюшечек есть. Но это, сука, все жрет FPS. Так, ключ на старт. Так. Так, дневной, ближний, дальний, аварийка. Так, ну, проблескового у меня тут вроде бы нету. Ну, чуть-чуть маленько мигает не так, как надо. Но ничего страшного. Так, сейчас обойдем вокруг. Посмотрим, все ли хорошо, Оли. В8. Такие четкие черные диски. Так, вот что-то по теням тут как-то не очень, да, смотри. Так, ладно. Так, ладно. Да. Вот, видишь, сигнал поворота мигает. Опа. Косичочек. Так, это у нас не штора, это мешок. Да, немножко есть с тенями. Не айс. Немножко не айс. Ну, ладно. Скания на скании. Ну, здесь тихорецкий салон скания. Какие там санкции? Все в порядке. Все продается, как продавалось. О, простите. По салону. По салону тоже без изысков. Полнейший функционал. Ага, так, надо рабочее место подогнать. Так, вроде все нормально сейчас. Все отлично. Так, салон. Ну, в принципе, вот обошли вокруг. Вот и получился такой мини-обзор. Сами вы все видели. Машина выполнена очень хорошо. Мод качественный. Тут у меня, как всегда, в холодильнике все свое вожу с собой. Одно спальное место. Да, конечно, вот в такой комплектации прям вообще не хватает дополнительных ящичков. Что по бокам там полочки какие-нибудь там, допустим, аккуратно. И здесь сзади вот в комплектации, если вот одно спальное место, прям само по себе напрашивается хороший такой длинный во всю ширину сзади многосекционный тип такого ящичек. Здесь полочек не хватает. Где-то раз руку протянул, там где-то мыльно-рыльное. Или там, допустим, документы какие-то, еще там что-то. Ну, как-то так. Вот машинка, в принципе, хороша. Так, ну что, сейчас байки ложимся. И завтра утром, завтра утром какой-нибудь, какой-нибудь груз будем брать. Посмотрим, может, с вечера что-то забронирую. И поедем завтра далее. Теперь, что касается сборки, что у меня за сборочка такая, потому что всегда, всегда кто-нибудь спросит, что за сборка, что за сборка. Так, сборка обычная. Ну, может, обычная, может, не совсем. Значит, все DLC, разумеется, имеются. Так, русмап. В этой сборке нет промоц. Украина и Турция, это ROEX. Здесь у меня, значит, Казахстан. Сибирь, мап. Волга, мап. Так. Ага. И вот этот Кавказский проект, АЗГЕ. Ну, и все. И слушай, самое, что интересно, я вот без АЗГЕ, вот эта тема, Турция с Россией, вот этот вот переход, нихрена не появляется и не работает. Хоть ты фикси, хоть не фикси. Как только поставил АЗГЕ, я все заработал. Вот как-то так, друзья. Маловато, маловато, конечно, по Крыму. Здесь столько дорог. Хорошие, красивые места. А вот нифига, что-то не делается как-то так. Ладно, друзья мои, дорогие. Так, ну и поскольку здесь некоторым образом напряженная ситуация сейчас с Россией, у Белоруссии. Так, это тут ни хрена не работает, ничего. Может быть, нужен фикс фулл хайбрид, который идет с промоцем. Или промоц надо поставить, чтобы с этим делом все тут работало. Не знаю. Не знаю, друзья. Вот, видишь, погранпереход есть, а дороги сюда нет. Я так полагаю, что какого-то фикса мне не хватает. У меня стоит фикс Роэкс Южный Регион. Это вот это соединение. Вот оно есть, оно все работает. Здесь Роэкс Южный Регион соединяется через СГЕ, получается так. Ну, наверное, нужен фикс фулл хайбрид. А вообще в планах ехать сюда, на севера, тут мы уже в этих степях были. Поедем сюда, Финляндия, Швеция, Норвегия, где-нибудь по гаражику здесь купить, чтобы можно было покупать прицепы дабл себе в собственность. Ну что, посмотрим. Давай отдыхаем. Завтра суточка пораньше в дорогу. Так, ну что ж, доброе раннее утро. Времечко начало шестого. Встал пораньше. Сейчас позавтракаю и выезжаю. Повезу в Москву. Самый популярный груз в ЕТС. Пустые палеты. Магнитовский груз. Давай. Завтракаем. Утренний моцион. И отправляемся. Так, все, я готов. Хорошего пути. Так. Ну, давайте двигаться. Так, что у нас по передачам? Так. Так, Ц-шка есть. Так, а что у нас 12 плюс 2 получается, коробка так? Так, первая повышенная, вторая, третья. Повышенная, четвертая, пятая, шестая. Ага. Так, коробка не 12 плюс 2, а 12. Так, карабас поправили. Сейчас Ц-шка ушла. Сейчас сразу первая. Давай первая повышенная. Ну, с Богом. На загрузку. Так, сейчас сканя это откроется у меня. Да, некоторая проблема. Еще новый маршрут. Ёп. Двигайтесь прямо. Верной театр. Двигайтесь прямо. Офигеть. Да, ё-моё. Чтоб вас... Сука. Вот блин. Ни хрен кто выпустит. Давайте. Изменение маршрута. Вот сейчас Нормас. Так, там, наверное, кадровое агентство будет. А что еще должно быть? Пустые палеты в Москву. Ну, да. Это в ЕТС-ке... Самый, наверное... Держитесь правее. Затем поверните направо. Самый такой распространенный груз. Поверните направо. Поверните направо. Четкая тоже сканя такая. Так, по ФПСу пока все стабильно. Ну, чем меньше на машине всякой такой красивой ненужной мишуры. Двигайтесь прямо. Тем машина себя стабильнее в игре ведет. Посмотрим, как на магистрале до Москвы-то нам пилить. Там все хорошее. Дороги будут широкие, скрасные. Двигайтесь прямо. Посмотрим, как что будет. Так, вот он магнит справа там. Держитесь правее. Затем съезд справа. Съезд справа. Затем продолжайте движение прямо. Поверните направо. Поверните направо. Поверните направо. Так. Налево. Так. Налево. Ну, забор, конечно, этого ребят хватили. Магнит не будет. Магнит не будет тратить деньги на такой забор вокруг РЦ. Приготовьтесь к повороту направо. Такой забор мне стыдно вокруг особняка возвести. Поверните, дорогие дружбы. Мы прибыли. Еще зачекинемся. Свой груз до Москвы. Да-да, столица родины нашей, Москва Так, пустые палеты, пустые палеты, пустые палеты Офигеть Что тут еще можно? 22 тонны, Москва Поехали в Москву Так, ехать нам тысячу Ждут Так, сегодня у нас что у нас? Понедельник А ждут Во вторник к 9 вечера То есть, два рабочих дня на тысячу километров Ну, это так себе По 250, грубо говоря, 260 километров До обеда, после обеда 500 еще завтра ставим таким же макаром Но здесь дорога сейчас нормальная, пойдет скоростная Тут не по 250, тут можно больше делать В принципе, завтра к обеду можно будет уже добраться Но это не спеша Так, берем 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 так вот так да, прицеп с неповоротными как-то более предсказуемо себя ведет сейчас 20 тонн, 22 тонна мне палец запихают так, ну, почти что прямо встал да, не, нормально пойдете, пойдете все отлично, все хорошо так так, 6,26 грузимся так и, конечно же, надо будет сейчас проверить навигацию так приятный поезд сейчас все проверим все посмотрим вот здесь я проехал давай вокруг уж оттанемся так, и все понеслась на маестраль вышли лишь бы только не напихали мне каких-нибудь объездов чтобы тут где-то чего-то тут Павловск ну, в основном такая дорога-то магистральная такая, нормальная тула сбоку остается может через тулу пройти как думаешь посмотрим как я пойду по времени может быть эту дорогу-то я уже вон катал может быть пройдем через тулу здесь хоть открывать нечего но все-таки плюс плюс-плюс не знаю может не поедем или как навигация ведет так-то хотелось бы что-нибудь позакрывать тут это все будет видно дальше но это точно уже не сегодня это завтра во вторник мы уже около Москвы будем все в порядке все отлично так, 22 тонн первое повышенное нормально я говорил что дизель то у меня Scania 500 V8 у меня вот Scania с такой кабиной даже больше нравится чем новая ничего не имею против новой Scania машинка вообще отлично очень красивая поверните налево зачем налево можно направо вычисление нового маршрута мне такая кабина очень прям по сердцу приготовьтесь к повороту налево поверните налево так ох тут надо как-то сейчас сделайте так так что Субтитры сделал DimaTorzok Вот сейчас на магистрале проверим, как у нас Карабас себя ведет, какую скорость мы возьмем. Так, вот 12-ая передача, 90 разрешенных. Так, ну что? А, ограничение 70. Да, ну, дальше будет видно. Местами есть просадка FPS, но скание тут ни при чем. Так, у нас пряменько. Так, давай пока в правую полосу займем, а там будет видно, как разгонимся. Пока все прямо. Вот только-только 80. Ну, блин, не густо. Коробочку-то надо было брать скоростнее. Так, значит, надо будет... Ну вот, уже вот... Крутится, как бы, на движок-то, как бы еще можно, но... Только-только до 90, значит, мы дойдем. А машина может быстрее ехать, значит, надо брать поскоростнее пробку. Но остается только уже на ночь, чтобы за ночь перекинули, где-то встать у мастерской. То есть две серии, как минимум, я сейчас буду... Буду ехать на таком карабасе. Ну, либо... Либо в обед... Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, поставил маркер на Аксай. 130 километров отсюда. Держитесь левее. Ну да. Педаль наполовину, конечно, стрелка выкручивается. 12-я передача. Держитесь левее. 90 километров нет. Так ехать только... Себя мучить. Дорога позволяет легко 130 идти. 150. Ну, 150 это я, конечно, уже лишку хватил. Но, в принципе, да. Это возможно. Так, не близко встал. Балет, длиннометраж. Проверка. Аксай. Дорога дальняя на север, может быть на этой скане и дальше поеду, может на другой какой-нибудь автомобиле. Да, 85, но зато не нарушишь, вот так вот будешь ехать и не нарушишь. Да нет, все равно двигатель выкручивается, все равно некомфортно, а так если, чтобы стрелочка ровно стояла. Так, все. Вот ты видел, вот я смотрю, он даже не тормозит справа, сбоку. Сука, я так и знал, что мне в почину тварь въедет. Он как шел спокойненько и мне в бок хлоп. Такой, ой, что-то я кого-то задел. Ай, просто корол какой-то. Я еще так в зеркало смотрю, он такой несется так хорошо, приближается, справляться, тюк в меня. Хе-хе, сука. Да, блин, вон он, пиздюк. На Горсадесе. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Так, что у нас там, кольцевая? Держитесь правее. Как-то давненько я здесь, вот здесь ночевать вставал на американцы. Сейчас едьте. Уж не помню, какая модель была, по-моему, Петербилс. Петруха-классик был, по-моему. Даже у меня на моем канале видосы есть. Вот на юг ехал у меня был МАК, а обратно, по-моему, Петербилд с югов. Все, вот 12-я передача. Двигатель выть начинает. А у меня только 87. Держитесь левее. Чем напужал? Легковое. Держитесь левее. Ростов на дону. Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь правее. Так. Так, а заезжать-то куда? Сюда справа? Так. Не понял. Там МАМ. Там что, сервис, что ли? Здесь тоже ремзона я вижу. А, вот, скани. Господи. Че ты. Тут ремзона. Так, давай ставим сразу машину сюда. Меня уже ждут. Такая коротенькая серия получилась. Так, сейчас быстренько забираю тягач. И в ремонте. Да? Да. Так ты как-то не по-русски встал. Встань по-человечески-то. Прицеп по среди дороги такой оставил. Продолжение следует... Продолжение следует... Сами пойдем погуляем, пообедаем. Ну, несколько часов-то мне точно понадобится. Время половины одиннадцатого. Дай бог, чтобы... Сейчас быстро загонят. Сколько там времечка уйдет. Моё карабаста уже готов. Поглядим. Там будет видно. Ну что ж, друзья. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии. Оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол. Чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео, переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу ВКонтакте. На мою страницу Фейсбук. Там полно скринов по Евротрак, по Америке, по СССР. Загадите, добавляйтесь. Буду рад. Всем спасибо. Пока-пока. Увидимся. До новых волнующих.